так доброй ночи друзья сейчас 5 утра сижу и думаю то есть проходит как потом анекдоте про бабушку посмотрела порнофильм и воскликнула жизнь прожита зря прожита зря была жизнь ломарка сейчас и в железо еще многих мичурина ничего не научились выводы не сделали вот я был шокирован извините если где-то повторяюсь ломарк концепция пяти элементов которых важнейшую роль играет эфир в виде тонких флюидов для меня современный 21 век вот эти вот эфир в виде тонких флюидов это биополе человека биополе всех живых существ открываем википедию читаем биополе псевдонаучная концепция псевдонаучная не захотели заниматься тем что человек он двойственен он имеет невидимую нам структуру вот организованного тонкого биополя которая является второй составляющей человека и это горько потому что мы из-за непризнания этого никогда не научимся и не будем здоровыми людьми вот пока я только констатирую факт я пропускаю про бога про инопланетян это уже без меня это модная тема как ученый объяснять жизнь на земле вот да изучали до того что не знаю под сперми это понятно неземное происхождение а докажи вот а еще теория парина холдейна вот железо пишет полный бред все это можно и теперь я скажу это псевдонаучная концепция это перевожу их на русский язык жизнь сложилась от того что однажды случайно друг за друга так зацепились несколько разных молекул получились бактерии вдруг глупость несусветная зато заработаны деньги авторитет откуда на земле взялся строительный материал за для живых организмов чисто виде она не объясняет вот так вот просто белковое соединение перешли живому состоянию вот и все а вот еще одна теория а вот еще вот я все это проскакиваю почему потому что можно сколько угодно доказывать вот они могут сколько угодно а мои доказательства проще и понять сейчас по посмотрите если бы знали что такое рнк если вы знали насколько это сложная вещь настолько сложная что ладно смотрим ниже главная загадка которая до сих пор стоит перед учеными изучающими химическую эволюцию остается механизм перехода образования белковых концерватов структурам которые способны самовоспроизведению они эту загадку не решили вот это я пишу начальник гони комиссию по борьбе с наукой смотрим сюда это я и школьного учебника и еще раз это как-то проходили в другом материале видите это школьный учебник читаем так в организме человека более ста триллионов клеток эта цифра невообразима кроме нескольких гениальных математиков никто эту цифру представить себе не может вот это просто сто триллионов это как пустые слова потому что осознать что такое сто триллионов клеток и внимание каждая клетка каждая из ста триллионов многодельных клеток имеет свою специальность выполнять строго определенную функцию работы одни служат опору тела другие обеспечивают передвижение веществ пищеварения вы представляете насколько это сложный механизм он мог эволюционным путем создаваться нет не миллионы лет нет триллионы лет триллионы вы понимаете насколько наша жизнь вечно вы понимаете насколько наша жизнь сложна вот этого никто осознать не может никто как можно поговорить о том что совсем недавно там это было грязная лужа сцепилась и вдруг вот так вот раз сто триллионов и когда-то еще 65 миллионов лет назад вот тут с наукой согласен не было ничего вот катастрофа вымирают динозавры и потом власть переходит на планете потому что освободилась ниша к землеройкам и от того что они имеют молочные железы их назвали нашими предками знаешь такой землеройка ну это примерно вот размером с крысой она крыса на на есть и вдруг оказывается это недавно наши предки и это вот за 65 миллионов лет организовалось что триллионов клеток вы вдумайтесь ребята вы чем откуда у вас такие понятия идиотские вот раз случайно в ужас сцепились эти встроились пожил какой-то там первыми и начал развиваться 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 да вы что охерели как вот этого не понять а извините разволновался давайте опять уменьшим вот это вот я вам уже подсказываю вы что ребята охерели вы что это божественное создание не звели до уровня это землеройки ой надо было тут фотографию землеройки ввести а вот он грель это уже ближе к теме сколько это такой подвижник был ой какой подвижник вот вот это я выделил это девятнадцатый век до этого чтобы число пунктов где будут учиться курсы доходного промышлоплодоводства росло с каждым годом и чтобы прибыльное дело плодоводства полюбилось нашему народу и отвлекло его от промысла вынуждая бросать землю прошло сто с лишним лет и мы бросаем землю а вы никогда не видели кто миллионы людей едут и уже привыкли к этой картине это транссибирская магистраль я ее знаю от красноярска и до москвы везде по всей дороге только вдоль дороги видно тысячи бесконечно десятки тысяч сотни тысяч с этих самых до гнивающих заборов и брошенных участков то что случилось не могла даже война такого натворить вот эти слова отвлекло его от промысла вынуждающих бросать землю знаете как получилось то есть человека нашего советского потом и российского научили убивать деревья собственными руками большинство даже не родятся посадил мертвую посадил мертвую одно из десяти выжило а потом с истервенением уничтожается сколько я об этом говорю как вот это не осознать читаю дальше дай бог чтобы народ наш осознал что земля его кормилица что от нее одной он может ожидать довольствия обогащения ай боже мой все сначала все с нуля уже столько времени потеряно дети процветающие деревни где большая часть населения в своих домах где дети которые играют в себя в саду а не в этом гниющих квартирах в этих самых мегаполисах вонючих ладно это потом хотите потом с уважением с почтением это сможете прочитать посев яблони акации сливы можно произвести под зиму мертвую землю мертвую землю ну а дальше 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 это советы которые вы потом я пролистываю вы будете сами изучать вот пикировкой тут я не согласен маленькие растения вынимаются заостренной палочкой по одному и тот же пересаживаться в ямке сделаны той же острой палочкой если пикируются всходы плодовых деревьев то при этом отщипывается конец длинного редичного корешка вот это я к сожалению должен заметить с этими абсолютно не согласен и вот это вот ампутация центрального корня растянулась на сотни лет вот пикировка имеет ту цель чтобы предоставить молодым деревьям побольше места а корешок сощипывался до того чтобы растение дальше дало побольше боковых мочковатых корней а центральный корни нужен некоторые деревья требуют двукратной пересадки таким относится груша которая стремится свой стержень корень пустить глубоко в землю а вот это правильно этот корень при пикировке укорачивается но так как он опять вырастает то его еще раз укорачивает при вторичной пересадке эх коллега как неудобно вас когда он на том свете критиковать если этого не сделать груша будет сильно расти вверх и нескоро принесет плоды боже мой какое заблуждение главное центральный корень в холодной сибири это как можно глубже его нельзя укорачивать как можно глубже это на десяток метров на 5-10 метров углубиться почвы там где не замерзающий раствор который я назвал антипризм вот пожалуйста видите нельзя укорачивать нельзя вот это вот я не знаю откуда человек который вот придумал центральный корень вот я критикую уже гриля только сейчас им восхищался но что ты будешь делать да еще двократная пересадка только для того чтобы отрезать центральный корень он вырос опять отрезать центральный корень что же это натворили то где-то до сих пор действует правило никто не задумывается об этом что нельзя этого нельзя 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 ой боже мой и тут я понял нужна конц камера конц камера от немецкого конц камер кабинет редкостей музей к сожалению то чтобы говорить далеко не редкость вот далеко не редкость расшифровывая прошлом название различных исторических художественных естественно научных и других коллекций естественно научных ничего естественного нет вот эти дамы да это понимаете они такие есть я не ерничаю я не подловил их на чем-то вот у них интеллект в глазах светится посмотрите вот и вдруг они уже месяц как исчезли с экранов я пока от души отдыхаю все их советы опасны тупые ненужные смертельные я их все перечислял я уже даже путин обращался посмотрите что делает телеканал бобер он учит убивать деревья понимаете и тогда я пытаюсь найти корни а корни здесь внимание посмотрите с чего начиналось уже тогда была дикая бюрократия причем видите разрешение давали департамент земли деле распространение среди народных школ уже тогда учили калечить убивать делать так чтобы у нас никогда не было садов бюрократия побеждает видите что я нашел для вас полюбовались 19 век так а потом с тех времен девятнадцатым веком вот это вот подлость несусветная подлость несусветная вот обязательно вот всегда вот здесь ссылка чтобы изувечить искалечить ободрать дерево защитный слой убрать обязательно поговорят скрывается вредно насекомых да сколько там этих насекомых ну что другую причину не могли найти чтобы ага вредно насекомые надо изувечить дерево до конца вот это корни откуда все растет а вот это вот современная жизнь приказано 27 миллионов дерево посадить видимо разнарядку давали а поручили людям которые ничего не смыслит ведь нашли же где-то редкость величайшая саженцы абрикоса посадить их с листьями изувеченное дерево посмотрите сколько ран на штампе уже все уже поздно нельзя ну ладно май там 9 мая но на большей части россии уже листья распустились поздно поздно нельзя садить нельзя а здесь все что можно это из и штампе скалечены и листья которые сразу начнут умирать а им же почку надо вырастить почки и посадка в яма она еще потом яма провалится я уверен сто процентов почему никто потом не следит за этим почему ведь они же придет эта женщина все с улыбкой все она думает что она доброе дело делает придет через месяц через два-три а он мертвый чем думать галочку поставить а этим самым как вызвать чиновниками какого-то местного города ну что это такое разве так можно такая профанация нельзя садить с листьями все время ушло сейчас сразу листья начнут отмирать а потом снова середине лета появится новая листочка и хана в зиме вымерзут сколько может она она нельзя так тупо выполнять команды а все идет еще отсюда потому что вот тут вот есть это но нигде не написано что пересадки нужно сильнейший обрезку идет вот еще вот так вот быть 90 процентов бы крона убрала и остаточки замазала остаточки может быть прижились бы но где-то подлое саженцы уничтожить все нижние ветки то ведь снеговой покров не закроет ее все что выше снега все вымерзли сто процентов вот это современная россия откуда это что все взялось почему раньше такого не было да потому что насосы не работает каждое дерево это насос сколько с их сожгли то это тайги в одном месте сжигает а в другом месте в это уже все получается такой перекос деревья это насосы которые перекачивают воду из-под почвы в небо и там всегда потом может эта почва принять определенное количество влаги снова а а когда нет деревьев почва переполнена влагой еще добавляется влага и потекло вот это вот видите старинное старинное дерево абрикос вот а знаете почему она здесь живет его никто не садил в тайге ему больше ста лет а потому что никто за ним не ухаживал вот ниже учебу по уничтожению второй величайшей мудрящей цивилизации на планете земля вот это муравьи которые строят себе дом они сшивают как по-настоящему сшивают сшивают и получается дом кто их научил именно сшивать сознательнейшая работа вот а их уничтожает со злобой с ненавистью 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 на так что их уничтожает миллионы садоводов вот они живучи их все равно всех не уничтожит но скоро будет изобретено генетическое оружие сейчас это выглядит так вот сейчас покажу оно тут рядом нет ну ладно давайте по порядку давайте по порядку вот я сравнию уничтожение муравьев помните девушка симпатичная показывала яд этот самый но это в другом месте но я уже показывал яд муравье муравьед который ага кругом его этот яд муравей наступит ногой в ноге прилипнет немножко яда он залезет муравейник и муравейник будет весь уничтожен вот это подлая вещь когда муравьи главные защитники сада объявлены врагами а не дай бог еще генетическое оружие придумают когда действительно залез муравейник и муравейник уничтожен а потом по всей земле если пойдет уничтожение если генетическое оружие придумают ненавидя вторую цивилизацию равную нашей то какое равное превосходящую нашей просто им труднее выжить и тогда будет уничтожена жизнь на земле в начале погибнут растения без муравьев защитников потом животные а потом и мы вот и вот вот это мой муравейник вот как это выглядит в данном случае вы видите здесь перемещается и муравьи по этим ходам и черви это есть нетронутая почва она дышит она такая должна быть вот все это подлежит по науке современной науке уничтожения вот ниже подземный город а вы учите уничтожать вот это вот супер муравейник видите министерство природы знак вопроса экологи знак вопроса гнать ваш шею паразитов когда вышел ролик с бобрами феями то ни одна сволочь не заступилась за муравейники вот платонову и ганичкину при уничтожении ядами большого старого муравейника возле столетнего дерева дикороса показал федеральный канал бобер наука проснись и объяви муравейники разумными вот так они устроены внутри что мы об этом знаем мы настолько тупы мы настолько тупы что ничего не понимаем вообще в природе и мы вот так вот настолько я все поражаюсь ни в школах не в институтах в академиях это не изучают этого а то их муравейники ведь это же уничтожало их вот это вот люди которые говорят мы кандидаты наук наук ой Субтитры сделал DimaTorzok